здравствуйте мои дорогие рукодельницы меня зовут елена ермина и я рада вас приветствовать на своем канале хочу вас пригласить на мой второй канал который называется елена ермина beauty ссылочка на канал я оставила в описании под этим видео и во всплывающей подсказки проходите по ссылочкам и подписывайтесь на мой канал канал для женщин сегодня на просторах интернета я нашла замечательную модель которая связана спицами это красивый пуловер он вяжется очень легко просто и быстро данную модель пуловер можно связать из пряжи не только из летней серии а также можно связать на осенне-весенне-зимний период я недавно получила заказ от интернет-магазина пряжа су и сделал вам небольшой обзор своего заказа ссылочку я оставлю восплывающей подсказки в описании под этим видео вы можете если вам интересно пройти по ссылке и посмотреть какую пряжу я заказала а сейчас я хочу попробовать вязание пряжи ломбада файн от торговой марки сиам я еще ни разу из нее не вязала хочу посмотреть каким образом смотрится ажурный узор связанные спицами состав пряжи 55 процентов мерсеризованный хлопок и 45 процентов вискоза вес одного матка 50 грамм длина нити 170 метров 50 граммах свет пряжи номер 16 красивый изумрудный цвет ссылочку на пряжу я оставлю в описании под этим видео а также ссылку на магазин интернет-магазин пряжа су и также вы можете воспользоваться моим промо-кодом скидка по промо коду пять процентов промо-код можно также скопировать в описании под этим видео максимальная скидка в интернет-магазине пряжа су 10 процентов сейчас мы с вами посмотрим как вяжется узор также хочу с вами поделиться всеми схемами для вязания данной модели пуловера схемы будут располагаться в конце этого видео досмотрите видео до конца и также вы можете сделать скриншот с экрана и распечатать схемы для удобства вязания вязать вместе со мной по видео уроку и по схемам пуловер связан двумя видами узора первый узор основной это ажурные полосы и центральный узор это узор состоящий из кос схемы каким образом вязать косы вы можете найти в конце видео сейчас я хочу вам показать в этом видео уроке мастер-классе каким образом связать узор если вы будете вязать пуловер двумя деталями деталь переда и деталь спинки отдельно набрала 27 петель и приступаем к вязанию первого ряда сейчас я буду вам показывать каким образом начать вязание пуловера и случае если вы будете вязать по отдельности одну петельку кромочную снимаем вторую петельку провязываем изнаночной петлей по схеме у нас указано что провязываем 2 петли ну провязываем одну для того чтобы потом совместить узор в процессе сшивания детали 3 лицевые и начинаем повторять раппорт раппорт у нас состоит из 5 петель 2 изнаночные петельки 3 лицевые за заднюю стеночку это основа раппорта и опять же повторяем 2 изнаночные петельки 3 лицевые за заднюю стеночку опять повторяем 2 изнаночные петельки 3 лицевые все очень просто и легко запоминается 2 изнаночные петельки 3 лицевые и заканчиваем ряд провязываем одну изнаночную и кромочную петельку тоже провязываем изнаночной то есть нас конце ряда 2 изнаночных и таким образом у нас получилось что у нас вначале без на вязание 1 изнаночная и в конце вязания 1 изнаночная при совмещении у нас получается вяжем второй ряд узора по изнаночной стороне вяжем по рисунку по узору кромочную снимаем над лицевыми петельками вяжем лицевые петли над изнаночными петельками вяжем изнаночные петельки провязала одну лицевую 3 изнаночные далее вяжем 2 лицевых петельки 3 изнаночные не 5 повторяем раппорт 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые петельки за заднюю стеночку 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные петельки заканчиваем 1 лицевой и кромочную провязываем тоже лицевой петелькой приступаем к вязанию 3 ряда первую петельку снимаю вторую петельку провязываю изнаночной петлей накид далее мы первую петельку снимаем а вторую и третью петлю провязываем за заднюю стеночку вместе теперь мы через первую петельку протягиваем вот эту петельку которую у нас образовалась при вязании двух петель вместе накид 2 изнаночные и повторяем накид 3 вместе лицевой вот таким способом снова накид 2 изнаночные накид первую петельку снимаем вторую третью провязываем вместе за задние стеночки и эту петельку перед проводим через первую петлю накид 2 изнаночных накид первую петельку снимаю вторую третью провязываем вместе лицевой за заднюю стеночку и через первую петельку переносим эту петлю накид 2 изнаночных накид первую петельку снимаю а вторую третью провязываю вместе лицевой за заднюю стеночку и переносим эту петельку через первую накид 1 изнаночная и кромочную провязываем изнаночной петлей вязание 4 ряда кромочную снимаю 1 лицевая за заднюю стеночку накиды провязываем изнаночной петлей над изнаночной вяжем изнаночную петельку накид изнаночной петлей далее мы вяжем 2 лицевые накид провязываем изнаночной петлей над изнаночной вяжем изнаночную петлю накид изнаночной петлей над лицевыми вяжем лицевые петельки 2 лицевые изнаночную петельку провязываем изнаночной то есть накид изнаночной изнаночной 2 накид провязываем изнаночной петлей 2 лицевые петельки накид изнаночной изнаночную петельку провязываем изнаночной 2 накид провязали изнаночной петлей 2 лицевые накид изнаночной петлей надо изнаночная петелька привязали изнаночную второй накид изнаночной петлей и 2 лицевые петельки приступаем к вязанию 5 ряда первую кромочную снимаем 1 изнаночная 3 лицевых и приступаем к вязанию ze нового раппорта здесь у нас раппорт начинается с 2 изнаночных петель 3 лицевые 2 изнаночные петли 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые заканчиваем 1 изнаночной и кромочную провязываем изнаночной петелькой шестой ряд все петельки вяжем по рис по узору первую кромочную снимаем далее лицевая петелька 3 изнаночных 2 лицевых 3 изнаночных 2 лицевых 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные 1 лицевая и кромочную провязываем лицевой петелькой связали 6 рядов далее мы повторяем с 1 по 6 ряд включительно связала я образец узора набирала я 27 петель раппорт состоит из 5 петель в ширину и 6 рядов высоту повторяйте вязание с 1 по 6 ряд включительно это основа раппорта и вот таким образом выглядит узор давайте его растянем на мой взгляд пряжа ломбада файн от сиам она не очень хорошо подходит для вязания данной модели пуловера потому что узор с как-то смотрится на мой взгляд не очень даже не знаю уже связала два образца и как-то это пряжа в ажурных узорах смотрится на мой взгляд не так симпатично как мне хотелось бы узор вяжется очень легко просто и быстро и вам даже не потребуется схема для того чтобы связать данный вид узора что хочу сказать по поводу пряжи даже вот в первом и точке у меня встретился узелок который небрежно завязан два кончика нити уже встретился обрыв нити в первом и точке это первый нюанс второй нюанс то что пряжа не совсем удобно для вязания крючком и спицами так как она очень сильно расслаивается составе ее имеется 45 процентов вискозы и вот это вискоза она цепляется за крючок цепляется за спицы и приходится все время поправлять петельки для того чтобы выровнять и устранить расслаивание нити то есть вот вяжется она не очень быстро как бы хотелось так как петельки все время в процессе вязания не пытаются расслаиваться смотрите вот таким образом выглядит узор с лицевой стороны и с изнаночной стороны вам не показала это изнаночная сторона узора и еще раз хочу показать вам лицевая и на этой пряжи очень плохо рассмотреть узор даже не знаю нравится он вам не нравится мне не понравилось как смотрится узор из пряжи ломбада файн ну принцип вязание мы с вами сейчас разобрали возможно из другой пряжи узор будет смотреться гораздо красивее и симпатичнее чем из данного вида пряжи а я с вами не прощаюсь жду вас завтра на канале на своем мастер-классе и спасибо что смотрите все мои видео до конца с вами была елена ермина всем пока пока до новых встреч на моем канале я и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...